Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот я продолжаю высаживать, перебралась, этот край засадила, перебралась на эту сторону, теперь высаживаю вдоль дорожки еще один центральный ряд. Рассада вся разномастная, я еще раз вам говорила, что она есть большая, есть маленькая, есть вот такая полууродочка, про которую сейчас я расскажу, которая мне очень нужна. Но вся она уже в такой стадии, что ее пора выращивать. Она уже вот на таком, на крайнем рубеже, когда потом она будет менее качественная. Вот уже первый цветок появился, это явный знак, что скорее-скорее нужно ее высаживать. Рассада есть и хорошая, высокая, есть там у меня другая и потоньше, но вся она мне нужна. Но я вам сейчас хочу снять видео и поделиться с вами своей радостью, что у меня наконец-то появился сорт Штраух. Когда я снимала видео про свою забытую ящик Рассады, про белые ниточки, многие говорили, что ничего не будет, ее надо выбросить, все. Я объясняла, что я не могу выбросить, у меня те сорта, которые мне нечем заменить. Вот эти ниточки, видите они какие, они как были спутанными, они так выросли и растолстели. Я на них не дышала, берегла их. И сейчас объясню почему. Потому что здесь у меня именно те сорта, которых у меня всего по несколько семечек. Я много лет хотела завести сорт Штраух, слышала много о нем, читала много о нем. Но не могла никак купить. Этот сорт, он из Германии, из ФРГ. Самый титулованный в этой стране сорт у них, победитель многочисленных всяких выставок, считается национальной гордостью Германии. И вот его плоды стоят там, в той стране, намного дороже всех остальных. И очень проблематично у них, даже у них, купить семена вот этого немецкого сорта Штраух. В нашем магазине, конечно нет, у нас городок маленький, к нам вообще что мало от чего доходит. И я долго искала и нашла, наконец-то у частного коллекционера, выписала вот эти семена. И как на грех, как раз он был в этом лотке, где белые ниточки вот такие, которые я выхаживала. Теперь вы понимаете, почему я их не выбросила, если бы это были мои семена, которых у меня много, я бы посеяла снова и все. Но вот сейчас я высаживаю, наконец-то. Конечно, там какие-то погибли. Я 2 штуки сюда высажу, а остальные высажу в открытый грунт. Потому что говорят, что он в открытом грунте очень хорошо плодоносит, до самых морозов, не боится засухи. Чем он ценится? Он вообще полутораметровый, как в описаниях идет. Средне-ранний. И вес, хотя всего 100 граммовый, но говорят, что он очень урожайный. Я отзывы читала. И на одном томате может сформироваться до 130 помидорок. И еще его качество очень хорошее. Повышенная болезнеустойчивость, что к нему не прилепляются все эти болезни, всякие бактерии, микробы. Бактерии считается самым неприхотливым и самым урожайным сортом. Рекомендован даже для неопытных огородников. И самый, как вам сказать, самый популярный сорт для коммерческого использования. Что именно они будут стандартные такие все. Нет, не уродливых никаких. Да, они 100 граммовые, они не такие, не крупные, но очень сладкие. Говорят, что урожайный сорт. Вот я его хочу испытать и летом вам покажу. Вот это те как раз белые ниточки, которые у меня были пропащие. Сейчас я его высажу. Но он тоже, кстати, у него уже зачаток цветочной кисти. Он такой толстенький, хороший. Несмотря на то, что он как изогнутый, я их распрямить не смогла. Они были очень тонкие. Но буду такой садить. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Я вас познакомила, если кто-то не слышал о сорте немецком штраух. Когда вырастет, я вам покажу обязательно его. С вами был Игорь Негода.